Во время уборочной главная утренняя новость для сельчан – прогноз погоды. Как только тучи расступаются, комбайнеры, трактористы сразу же включаются в дело. На полях сельскохозяйственного предприятия «Бобовский» одного из лучших в Жлобинском районе трудится Николай Стопович. Это его универсальный погрузчик «Амкадор-342С» ловко справляется с соломой третикали в рулонах. С детства люблю технику. В школу ходил батьку, мотоцикл купил, машина, и так оно пошло с техникой, связанной постоянно. Любовь к тяжелой технике еще с армией, когда служил танкистом. Наверное, потому многоцелевая машина «Амкадор» весом почти в 12 тонн под уверенной рукой Николая Стоповича так лихо выписывает кренделя. При этом сначала легко собирает в тракторный прицеп, а потом разгружает, укладывая в аккуратную скирду почти полтысячи рулонов за смену. Не разорвет ни единой бечевки, сохранит форму каждого свертка соломы. Человек добросовестный, к технике относится бережно. Всегда на мехпарке и в хозяйстве пользуется авторитетом. 31 год Николай Стопович трудится в сельском хозяйстве, а первые шаги в профессию делал на малой родине, в деревне Дуброво Лельческого района. В Бобовку на Жлобинщину приехал, как говорится, молодым супругом, родителем и водителем. Юная красавица-жена, дочери Олеси 4 месяца, стажа за рулем 3 года. На этой улице агрогородка Бобовка в 1986-м возвели 100 кирпичных коттеджного типа домов. Переселенцы из мест, загрязненных радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, преимущественно из Наравлянского района, начинали здесь новую жизнь. Вместе с ними в 90-е привыкала к новым условиям и семья Николая Стоповича. Дом-то был готовый уже, как бы строился он для переселенцев, но те, которым не могли ужиться на земле, они уезжали и оставляли дома. Наверное, все-таки не только дом, но и любовь к земле оставляла человека в деревне. Именно тогда Николай из-за баранки автомобиля временно пересел в трактор. Да таки остался, понравилось. От машинно-тракторного парка зависит в хозяйстве, если не все, то очень многое. И подготовка почвы к севу, и своевременное кормление животных на ферме, и уборка зерновых, и заготовка кормов. У него нет слова «нет». Он любую поставленную задачу или любую просьбу, он тоже готов сделать, выполнить, как требуется, так же намного лучше. Так же может он подсказать, что можете сделаем не так, как вы говорите, а сделаем вот так, и будет лучше. Встречаясь с журналистами, Николай Стопович всякий раз отмечает. Награды, звания – это, безусловно, приятно. И непременно добавляет. Я сам ничего особенного не сделал. Приятного, гордость, все-таки выбрали. Я не ожидал, допустим. Конечно, заслуга не лично моя, заслуга коллектива, семьи. Обостренное чувство ответственности за то, что он делает в профессии – это и есть призвание Николая Стоповича. Его желание в том, чтобы деревня процветала, чтобы сельчане жили достойно, и никто не сомневался в преимуществах деревенской среды. Жить счастливо можно всюду. Главное – в ладу с собой и с людьми заниматься любимым делом на земле. Елена Троценко, Сергей Лукашевук. Новости недели. Жлобинский район.